Всем привет! Вы на канале Алексей Плей. С вами я, Алексей. И, как всегда, перед началом каждой серии, хочу к вам обратиться. Дорогие и уважаемые мои подписчики, в течение минут-двух точно буду я что-то от себя говорить, поэтому первонаперво хочу извиниться за то, что у меня очень негромкие сейчас идут записи. Вы наверняка сами это заметили, но сделать я, к сожалению, с этим ничего не могу. Система у меня сейчас такая стоит, на компьютере не позволяет она отрегулировать звук микрофона, но я стараюсь от себя, как могу, записывать при возможности, чтобы меня хорошо было слышно. И поэтому хочу перед вами извиниться, что придется вас немножко помучить своим обращением к вам. Что еще хочу сказать? Если у вас есть возможность смотреть мои видео через компьютер, или даже еще лучше, через телевизор на ютубе, то это вообще замечательно, потому что через телефон не у каждого из вас меня будет хорошо слышно. Дальше, разумеется, от души хочу вас поблагодарить за то, что вы ждете моих видео, несмотря ни на что. Просто я сам жду, когда под моим последним видео наберется хотя бы 5 просмотров. Тогда я выпускаю следующую серию. И последнее, конечно же, что хочу сказать. Сегодня на моем канале у меня в гостях моя племянница. Она снова будет мне помогать записывать этот замечательный и великолепный душевный мод. Воспоминания о совенке, от лица слави, от воспоминаний слави. Так что... Всем привет! Меня зовут Аня. Вот. Можете под моими видео тоже к ней обращаться в комментариях. Она вам обязательно ответит, потому что она мои видео тоже смотрит. Ей же тоже интересно себя посмотреть, послушать. Так что вот так. Последнее серию я записывал сам, в одиночку. Но эту будем записывать мы вместе. Так что наслаждайтесь и развлекайтесь. А мы продолжаем. Итак, славя тут перед нами стоит вся такая раскрасневшаяся, смутившаяся. А почему? А потому что... А вот сейчас... Вернемся немножко назад. Вот про это. Сейчас. Еще раз назад промотаю. Вот отсюда начнем читать. Все. Воображение быстро нарисовало картинку. Темная Лена. Выкопал, наконец. Отлично. Это был последний раз, когда ты меня разочаровал, Семен. Нет. Прошу, не надо. Фантазер. Не надо, Славь. Ты и так хорошая. Спасибо. Вот почему тут Славя засмущалась. Потому что он ее похвалил, Семен. Ну а дальше вот. Продолжаем. Опять смущается. Так мило. Так. А теперь ты ответь. Ага. Снова манипуляция от Слави. Ты совсем не любишь танцевать? Совсем. От слова вообще. Жаль. А я хотела с тобой потанцевать. Да. Это снова была манипуляция. Тем не менее, она сработала. Через какое-то время Славя таки выманила меня на дискотеку. И мы потанцевали целый один раз. Прямо герой. У меня жутко потели ладони. И двигался я, скорее всего, крайне неуклюже. Но тем не менее, Славя поблагодарила меня за вечер. Я так и не понял, вежливость это была или же и правда понравилась. А может, сыграл тот факт, что я помог с уборкой после дискотеки? Так или иначе, тот вечер мне запомнился. И теперь вспоминать о нём одно удовольствие. Мне тоже запомнился тот вечер. Я тогда поняла одну важную вещь. Я осознала, что этот странный парень мне нравился. Следующий день был днём Шурика. Так как нам пришлось искать пропавшего пионера. Шурик пропал с самого утра, а может даже с ночи. Обнаружили пропажу за завтраком, когда он не явился в столовую. Начали обыскивать лагерь. А на следующий день, если пионер не найдётся, в бой будет пущена тяжёлая артиллерия. Подумать только. Милиция, собаки и даже поисковые вертолёты. Всё ради какого-то несчастного пионера. Фантастика. Я невольно вспомнил родной 2014-й. Пропал? Да ерунда. Вернётся. Подожди пару суток. К счастью, милицию и вертолёты тревожить не пришлось. Благодаря двум пионерам, которые, не страшась ночи, самоотверженно отправились на поиски товарища. Как думаете, кому же пришла в голову эта гениальная идея? Правильно. Активистке всея лагеря Славе Алексеевне. И именно вечером. Днём других дел много. Нет, днём я с малышами занята была. И ты мне помогал, кстати. Хорошо ж ещё, что с столовой она рассказала мне о своём плане. Видимо, после вечерних посиделок она стала мне доверять. Более того, после вчерашнего вечера как-то само собой получалось, что мы везде были вместе. И в делах, и на отдыхе. И вот как раз на вечерней кормюшке девушка призналась, что собралась идти искать Шурика. Не было печали. Но сделать я ничего не мог. Манипуляции Славе снова сработали безотказно. Если ты не хочешь, я пойду одна. Ну и что на это ответить? Можно было, конечно, рассказать про всё вожатое. Но тогда я об этом не подумал. А потому вечером, сразу после ужина, прихватив с собой фонарик и успокоительное, мы двинулись в путь. От себя немножко скажу успокоительное. Это у Семёна, видимо, кулаки. А вот Славя, видимо, подумал о другом. Интересно, он правда успокоительное взял? Чёрный-чёрный лес. Шорохи, ухо лесов, ломающиеся ветки. Не знаю, как я там не посидел. А Славе как будто всё равно. Она совершенно безбоязненно шагала впереди. Слушай, тебе вообще не страшно? Ты о чём? Ну как же, ночь, тёмный лес, мало ли. А, да нет, я уже привыкла. Когда это ты успела? Да, лагерь ещё. У нас дача рядом с озером, а между ними лесополоса. И я как-то привыкла перед сном в озере купаться. Там вечером нет никого. Так хорошо. Ну вот. И находилась в темноте по лесу. Не было никакой дачи, я тоже боялась. Но показать было стыдно. Она остановилась. Потом подошла ко мне и с улыбкой взяла меня за руку. Не бойся, никто тебя не съест. Свежо предание. Точно? Опасливо спросил я. Точно. Рассмеялась она и потянула меня за собой. Не отставай. Да ё-моё. Наконец мы пришли в старый лагерь. Я не совсем понял, почему это место называлось лагерем. Это больше было похоже на дом какого-нибудь деревенского купца. Изнутри это и вовсе напоминало полуразваленный приют для бомжей. Которых тут почему-то не было. Тем не менее, мы облазили его вдоль и поперёк. Мне уже казалось, что поиски закончены. Но тут случилось страшное. Славя нашла люк в подвал. Но ещё страшнее было то, что подвала как такового там не было. Под лагерем были настоящие катакомбы. Будь моя воля, я бы удрал. Но Славя и слышать не хотела об отступлении. А потому пришлось переместить поиски Шурика под землю. Страх начал отступать где-то через полчаса. Либо я уже физически не мог волноваться из-за усталости. Либо Славя всё-таки замотивировала меня своим примером. В конце концов, не могу же я, здоровый 26-летний мужик, быть трусливее 16-летней девчонки. Не могу. А хотелось. Однако я старался не подавать виду. А потому выдать меня могли разве что предательски вспотевшие ладони. Славя, конечно же, заметила. Плевать. В такой ситуации любой бы немного нервничал. Постепенно хождение по катакомбам начинало угнетать. Мы ходили по развилкам и коридорам, натыкались на заброшенный шахтёрский инвентарь, даже обнаружили какую-то пещеру со светящимися кристаллами. Да, красивая. Интересно, я смогу их использовать при создании собственного светового меча? Кто про что, а Семён про игры. Не зря я ему радиоуправляемый дрон на 30-летие подарила. А потом снова развилки, ещё развилки, опять развилки, и, наконец, большая деревянная дверь, за которой нас ждал приз в лице Шурика. Не могу сказать точно, какие именно чувства я тогда испытал. С одной стороны, радость. Наконец-то этот балбес нашёлся, и больше нам не придётся плутать по этим проклятым туннелям. Ну, разве что выход найти. Но за это я почему-то не волновался. С другой стороны, если бы не он, мы бы вообще никуда не пошли. Я бы приятно проводил вечер со Славей. Скотина, вот чего ему не сиделось в своём клубе? А чуть позже Славя шепнула мне, что он не в себе, и моя радость совсем пропала. Я присмотрелся. Да, он сидел сгорубленный и что-то шептал. Сейчас он больше всего напоминал Голума из знаменитой киносаги. Я бы не удивился, если бы он всё это время поглаживал кольцо и шептал, «Моя прелесть!» Закрыть бы его тут до приезда санитаром. Но нельзя. «Шурик!» Тихо позвала Славя. Пионер обернулся, посмотрел на нас и отвернулся обратно. Славя сделала шаг к нему. Дальше всё происходило очень быстро. Шурик увидел это, схватил какую-то арматуру и с хоплем «Не подходи!» Отпрыгнул к стенке. Судя по всему, готов был защищаться. Я же на каком-то рефлексе схватил Славю и быстрым движением спрятал её за себя. В общем, обстановка накалялась. «Ты что делаешь? Это же мы!» Закричал я. «Нет, это не можете быть вы!» Прокричал в ответ Шурик. «Все сейчас в лагере, спят ещё. Они опять обманывают меня!» «Он что, не знает, что целый день туршляется?» «И что ещё за они?» «Саша!» Выглянул из-за моей спины Славя. «Мы настоящие, честно!» «Уже целый день прошёл, мы тебя искали везде!» «Шурик молчал, держа железяку на готове!» «Девушка полностью вышла из-за меня и сделала шаг к пионеру!» «Секундочку!» «Небольшие неполадки!» «Он что, не знает, что кто за ним!» «Он что, не бывает, что я не знаю, честно!» «Он что, не бывает, что я не знаю, что вроде как. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У компьютера... Когда ты читаешь это всё... Ну что ж, продолжаем... Извиняюсь ещё раз... Шурик молчал, держа железяку на готове... Девушка полностью вышла из-за меня... И сделала шаг к пионеру... Посмотри на меня... Не подходи... Не буду... Кивнула Славя... Просто посмотри на меня... Неужели ты меня не узнаёшь? Я... Я не знаю... Жалобно ответил Шурик... Что творится у него в голове? Быть может попросить его задать нам вопрос... Ответ на который знаем только мы... Ну чёрт, а кем он вообще нас считает? Не получится ли хуже, если он подумает... Что неведомые они... Влезли к нему в голову... А Славе... Славе не волновалась по этому поводу... Саш... Она сделала ещё шаг и протянула Шурику руку... Возьми меня за руку... Шурик стоял в нерешительности... Возьми... Повторила она... Я на самом деле здесь... И Семён тоже... Кажется, большие синие глаза и спокойно уверенный голос Славе... Подействовали... Шурик опасливо, словно напуганный котёнок... Протянул лапу... То есть руку... Это правда вы? Это был не вопрос к нам... Это было страстное желание поверить в это самому... Да, мы пришли, чтобы вернуть тебя в лагерь... Я... Я только посмотреть... Тут же бомбоубежище... Вдруг запчасти остались... По его щеке прокатилась слеза... Господи, да брось же проклятую арматуру... Он словно услышал... Через мгновение арматура аккуратно стояла у стенки... Славе обняла пионера и начала гладить по голове... Говоря, что всё будет хорошо... Видимо, женские объятия имеют целительный эффект... Через пять минут... Шурик уже готов был идти с нами... К счастью, обратный путь занял немного времени... Мы нашли выход... Правда, выход закрывала решётка... Но мы нашли способ с ней справиться... Светлая память... Пожертвовавшему собой фонарю... Шоку моему не было предела... Выход из катакомб находился прямо под памятником Генди... Кто вообще разрешил построить лагерь на таком месте? Однако долго возмущаться времени не было... С нами был Шурик... В медпункт идти он не хотел... А потому пришлось ввести его чуть ли не силой... Да я лучше спать пойду... Мне так лучше будет... Да фиг тебе, мальчик мой... После того, что мы вытерпели в этих катакомбах... Ты теперь просто так не отделаешься... У медпункта Славя тихонько спросила меня... Расскажем... Про помешательство придётся... Вдруг он ещё на кого-нибудь с арматурой кинется... Пусть лучше в медпункте побудет... Да, ты прав... Мы вошли внутрь... Доктор Виолетта Калайдера очень удивилась, когда нас увидела... Нашлись... Нашлись... Так мы не пропадали... Мы с Шурикой ходили искать... Правда, правда... Я хлопнул по плечу смущенного Шурика... Пионеры... Вздохнула Виола... Чтобы... Чтобы идти кого-то искать... Нужно получить разрешение... Ну или... Хоть записку оставить... Мол, будем поздно... Ольга весь лагерь на уши подняла... Утром... У неё один пионер пропал... А к вечеру ещё двое... Ладно... Этого оставляйте... И идите сдаваться... Может вас и не расстреляют... А ты... Повысив голос... Обратилась она к Шурику... Марш на кушетку... И готовиться к уколам... Готовься к уколам, пионер... Мы... Вышли из бедпункта... Да... Неловко вышло... Как-то никому из нас не пришло в голову... Что наша Дмитриевна будет так волноваться... И почему мы не учли этот момент... Как мы вообще могли про него забыть? И то правда... Я тоже хороша... Я тоже хороша... Сама напортачила... Да ещё и Семёнов тянула... Ну что ж... А пытки от Ольги Дмитриевны... Наши герои... Будут получать уже в следующей серии... И сразу скажу... Что в компенсацию... Вот этой короткой серии... Следующая выйдет... Очень быстро... Можете не сомневаться... Даже если под этим видео... Не наберётся даже пяти просмотров... Это я вам обещаю... Железный твёрдо... А слово моё... Твёрже стали... Так было всегда... Ещё раз прошу прощения... У вас... За то что у нас... Произошёл небольшой сбой... Во время записи... Ну... Сами понимаете... Техника... Всякое бывает... Ну... На этом мы с вами будем... Саня прощаться... Продолжим в следующей серии... Всем пока... Пока...